Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, завершается круг. Завершается круг. А еврейский круг это не окончание года. Это окончание чтения Тора и начало нового. Всегда, когда заканчивается последняя глава Забраха, начинается Брешит. И мы с вами в этом году опять заканчиваем и начинаем. Давайте быстро пройдем по тому, что за круг мы проскочили. Виленский Гаон говорил, что понятие Торы соответствует пяти уровням человеческой души. Это оказывает на пять этапов духовного развития человека и на пять этапов самореализации его в мире. Каждый год у нас повторяется наша программа, если можно так сказать. Человек воплощает в себя искру Божью. Искры вот такого потенциала в определенном порядке. От чувства к мыслям, потом к слову, потом к речи, потом к поступкам и потом изменения мира. Первая книга Торы Брешит в начале соответствует высшему уровню души. Эхида, единая. На этом начальном этапе человек начинает понимать, что у него предназначение есть в жизни, которое он еще не в силах выразить словами. Он начинает искать. Искать скрытое в себе духовное начало. Образ творца вот этого все время начинает искать. И, вы знаете, когда мы читаем книгу Брешит, это время, когда надо, время поиска, короче. Вторая книга Шмот, имена, соответствует уровню хая, живой. Человек открывает свое имя, начинает уже осознавать свое предназначение. Творец наделил Адама живой душой, сказано. Даром речи, способностью давать имена, определять свое имя, свою миссию. Если кто помнит, каждое животное прошло перед Адамой, он сумел его назвать. Слово Шем, имя, да, читается так же, как слово Шам, там. Имя это духовная суть человека, которая указывает на направление его жизненного пути. Почему, когда меняют человеку имя, меняется направление? Человек раб, если, в одном случае, да, если реализует в мире не свою волю, а желание своего господина. Если его творческий потенциал направлен на строительство пирамиды Хеопса, там, или там, я знаю, там, Бама. И все, что он строит, не храм, он раб. В древности у раба отбирали имя, заменив его именем господина. Вот. Впрочем, тот, кто не осознает своей миссии в жизни, оказывается еще в большем внутреннем рабстве. Поэтому найти свое имя, это называется вырваться из рабства. Надо немножко подумать об этом. Не случайно книга имена называется также книга исхода. Ибо осознание человеком своего имени, своего, ну, внутренней сущности, да, предназначается для того, чтобы завершить этап внутреннего раскрепощения человека. Наконец он начинает понимать, для чего он пришел в этот мир. Третья книга, Вайкра, когда мы подходим к ней, воззвало, это соответствует уровню нишама, душа. Человеку следует не только осознать свое предназначение, но и активно действовать. Если мы хотим разбудить кого-то, мы зовем его по имени. Мы можем пробудиться духовно, если будем взывать к себе, напоминать к себе о том, что у меня есть жизненная миссия. Помните, как Авраам, Авраам, взывал Всевышний, дважды называя его по имени. Авраам на земле, помни, реализуй предназначение Авраама на небесах тоже. Каждый может реализовать на земле дарованный на небесах потенциал. Наконец, четвертая книга, Бемидбар, в пустыне, соответствует уровню что? Роах, дух. Название этой книги читается так же, как Мидабер, говорящий. Человеку следует говорить о своем предназначении, рассказывать людям, невзирая ни на какие пустыни, помнить, что преодолевая тьму, он обретает свет. Человек должен работать и нести это. Но когда мы подходим к четвертой книге Торы, мы уже сформировались в этом году. И, наконец, пятое, дворим, слова. Слова, вещи, да. Они соответствуют уровню нефеш, низшей, связанной с материальным миром, частью души. На этом этапе человек осознает, что должен реализовать себя, изменяя своим словам, поступками материальный мир. То есть мы с вами уже, вот оно, мы все поняли, вот оно, наше действие. Вот мы пришли и мы начинаем уже подходить к итогу. Есть такие слова. Софма, Асебе, Махшава, Тхила. Это поют обычные евреи, встречая субботу. Конец действия, мысли, начало. Искусство жизни заключается в умении до конца оставаться верным началу. Брешит. Искусство жизни заключается, повторяю еще раз, в умении до конца оставаться верным началу. То есть мы великолепно прожили этот год, если в конце книги Дворим остались верны Брешит. Человек реализует начало, свой духовный потенциал и доведет до конца, если преодолевая испытания, останется верным самому себе, своему имени, своему предназначению, своему направлению движения. Вот так вот мы с вами проскочили этот год. Ну еще несколько слов о другом. Был такой Франц Розенцвейк, он написал следующее слово. Есть три праздника. Три творения. Точнее не так, давайте так. Три праздника. Это праздник творения, откровения и избавления. Это цикл Шалош Регалим. Трех праздников, которые совершают паломничество в Иерусалим. И они вот этому соответствуют. Песах, это напоминает нам о творении, свои под темой веры. Северное возрождение, исторические. Шавот, празднуем 50-й день после Песи, напоминание об откровении. И Сукот нацелен на окончательное избавление. В процессе вот обхода, когда мы сходим в Синавги Ашан, Ашанот, мы взываем к Всевышнему, как спаси Ашана. Сука это миниатюрная модель Гаттедена, рая, в прошлом и в будущем. Поздравляю, мы в раю.